Здравствуйте, друзья! С вами Кико, и в сегодняшнем выпуске вас ждут японцы, которые решили заставить Apple и Google разрешить сторонние магазины приложений и платежные сервисы. А еще японцы использовали GPT-4, чтобы проводить робота через различные симуляции. Водородное ретро-футуристическое купе от Hyundai, Google, которая запустила нейросеть VideoPoet для создания видеороликов, непробиваемая батарея для электрокаров от Zikar, электромотоцикл из фантастических фильмов и NASA, которая показала, что видно и слышно на корабле Orion при возвращении на Землю. Все это и многое другое прямо сейчас. Погнали! Друзья, сегодня хотим познакомить вас с классными умными часами от компании Huawei, модели Watch GT4. Эти часы доступны в двух базовых версиях. Мужская, имеет диагональ 46 мм и более брутальный дизайн. Стальной корпус с двойным безелем, силиконово-нейлоновый ремешок. Женская же отличается компактным тонким корпусом, золотистой или серебристой окраски, а также металлическим браслетом из отсоединяемых звеньев, либо миланского плетения. Часы работают на Harmony OS 4.0. Как результат, у них максимальное время работы. От одной зарядки часы на 46 мм могут проработать до двух недель. Если использовать навигацию во время тренировок, и они будут ежедневными по несколько часов, то время работы составит до недели. Огромный плюс именно в том, что часы работают долго, их не нужно заряжать раз в день. У часов с диаметром 41 мм время работы примерно в два раза меньше, что объясняется их небольшим размером. Это очень красивые и функциональные смартфоны с очень адекватной стоимостью, которые работают с любым девайсом и имеют весь набор необходимых возможностей для каждого. И как нам кажется, отличный подарок на Новый год. Начнем мы сегодняшний выпуск с японцев. Они решили заставить Apple и Google разрешить сторонние магазины приложений и платежные сервисы. Успехи американских и европейских коллег в борьбе с монополией технологических гигантов в сфере ПО вдохновили японских законодателей на принятие соответствующих мер. Со следующего года японские власти планируют ввести оборотные штрафы для Apple и Google за злоупотребление монопольным положением в сфере распространения мобильных приложений и использование платежных систем. Существующие законодательные нормы Японии позволяют антимонопольным органам штрафовать злоупотребляющие своим рыночным положением компании на сумму в размере до 6% выручки, полученной от спорной активности. Для сравнения, в США оборотный штраф может достигать до 10% всей выручки провинившейся компании за год. И в этом отношении Google недавно еще легко отделалась, согласившись на временные уступки и штраф в размере 700 миллионов долларов. Японские власти намереваются сформулировать свои требования к участникам рынка мобильных приложений и платежей весной наступающего года. Если законопроект будет утвержден японскими властями, то у местных разработчиков появится возможность устанавливать на устройство Apple собственные магазины приложений и использовать собственные платежные системы. По оценкам японского правительства, рынок мобильных приложений Японии с 2018 по 2023 годы вырос в полтора раза, до 29,2 миллиарда долларов. И раз мы начали японцами, давайте ими же продолжим. Компания исследователей из Токийского университета использовала GPT-4, чтобы проводить робота через различные симуляции, такие как съемка селфи, подбрасывание мяча, поедание попкорна и игра на воздушной гитаре. Раньше каждое действие требовало специального кодирования, но включение GPT-4 открывает новые возможности для роботов, с помощью инструкций на естественном языке. Прямое управление теперь возможно путем отображения лингвистических выражений и человеческих действий с помощью программного кода, объясняют ученые. Они назвали это достижение сменой парадигмы. Кодирование координации такого большого количества суставов было масштабной задачей, включающей повторяющиеся движения. Благодаря языковой модели пропала необходимость в итеративной работе. Теперь ученые могут просто предоставлять устные инструкции, описывающие желаемые действия и доставлять подсказки для LLM. Языковая модель в свою очередь генерирует код Python, который запускает движок Android. Alter 3 запоминает действия, а исследователи могут уточнять и корректировать их, что со временем приводит к более быстрым, плавным и точным движениям. Оборудованный камерой Alter 3 может видеть людей. Исследователи обнаружили, что Alter 3 совершенствует свое видение, наблюдая за реакциями человека. Способность роботов, подключенных к GPT-4 к обучению, может перестроить взаимодействие между человеком и роботом. Это открывает новые возможности для более интеллектуальных и адаптивных роботов. Погнали дальше. В июле прошлого года компания Hyundai Motor представила концепт N-Vision 74, дизайн которого использовал мотивы Pony Coupe, выпущенного корейским автопроизводителем в 1974. Ретро-купе в серийном варианте, как поясняют корейские СМИ, будет выпущено тиражом 100 экземпляров в 2026 году. Мощность водородной силовой установки достигнет 800 лошадиных сил. Первоначально планировалось наделить Hyundai N-Vision 74 силовой установкой на водородных топливных элементах мощностью 680 лошадиных сил. Но в серийном варианте решено было поднять уровень до 800 лошадиных сил. До сотни такая машина сможет разгоняться за 3 секунды. Ради улучшенной динамики придется пожертвовать запасом хода, его компания вынуждена будет сократить с 600 до 400-500 километров. Из 100 экземпляров купе Hyundai N-Vision 74 в розничную продажу поступят не более 70 штук. Остальные 30 компания собирается использовать в автоспортивных мероприятиях на территории Северной Америки и Европы. Таким образом, даже в серийном исполнении эта модель послужит в большей степени продвижению другой продукции Hyundai, а не станет непосредственно приносить прибыль. А вот китайский производитель электрокаров Zikar, который входит в состав Geely, представил твердотельную аккумуляторную батарею с собственной разработки. При своей рекордно эффективной заполняемости блока она еще и сверхнадежная. АКБ не берет ни вода, ни огонь, ни высота, ни гвозди, ни каток. За счет оптимизации внутренней структуры ячеек и использования новых материалов катода и анода, эффективность использования объема аккумулятора достигает 83,7%, что выше среднего по области показателя в 70%. Чтобы показать, насколько прочна эта литий-железо-фосфатная батарея, Zikar устроила демонстрационные испытания. В них аккумулятор топили в воде, нагревали до температуры 1000 градусов Цельсия, подвергали заморозке до минус 45, переезжали 22-тонным катком и кидали с высоты 10 метров. Никакого огня, дыма и взрывов не было, АКБ продолжало работать. Новая аккумуляторная батарея поддерживает зарядку мощностью 500 кВт, что позволяет получить 500 км запаса за 15 минут. Когда новинка появится в электрокарах, не уточняется. Другая китайская компания Nexion готовит к выпуску электрический мотоцикл с лаконичным говорящим названием IM. Возможности ее детища рассчитаны на удовлетворение потребностей городских жителей, а дизайн на любителей научной фантастики. Футуристичный стиль электрического мотоцикла IM частично повторяет дизайн мини-байка Honda Grom. Его мощный двигатель, интегрированный в заднюю ступицу, может разгонять ездока до 120 км в час. Аккумулятор у него полутвердотельный, с емкостью 6,5 кВт-часов. Запас хода этого двухколесного транспорта составляет от 120 до 182 км. А благодаря системе быстрой зарядки можно получить с 20 до 80% за полтора часа. Nexion начнет продажи IM в Германии весной 2024 года по цене 7 970 долларов. С выходом на европейский рынок компании помогает фирма Equilibrium. Тем временем Google представила и и модель VideoPoet, способную генерировать аудио и видео на основе текстового описания. Она, как утверждают разработчики, заметно отличается от других подобных решений и способна создавать даже длинные сюжетные ролики, а также редактировать готовые материалы. По заявлению Google, в отличие от других подобных нейросетей, использующих метод на базе диффузии с открытым исходным кодом, ее решение основано на большой языковой модели. Такие обычно используются для генерации текста и кода. Для обучения ИИ разработчики использовали 270 миллионов видео и более миллиарда пар текст-изображения, взятых из интернета и других источников. Google утверждает, что фирменная языковая модель позволяет создавать более длинные, чем у конкурентов, и при этом качественные видеоролики с минимумом артефактов и ограничений, особенно в случае с подвижными объектами. В арсенале VideoPoet имитация различных движений камеры, множество визуальных стилей, создание оригинального аудиоряда на основе контекста видео, а также возможность генерации вертикальных роликов в формате Snapchat и TikTok. Исследование, проведенное Google Research, показало, что до 35% опрошенных предпочли VideoPoet решением других компаний. После сравнения результатов генерации. Сроки коммерческого запуска ИИ модели пока не объявлены. Ознакомиться с возможностями нейросети можно на официальном сайте проекта. В калифорнийском же городке Пасадена скоро откроется ресторан Калиэкспресс by Flippy, в котором будут работать исключительно роботы. Клиент сможет сделать заказ на терминале, а затем ему останется лишь наблюдать, как его еда готовится машинами. Роботы Flippy будут самостоятельно перемещаться по кухне, готовя картошку-фригриль и бургеры. Полностью роботизированная закусочная разместится по соседству с традиционной бургерной, где работают живые люди. Так что при возникновении сбоя живой персонал сможет исправить ошибки Flippy. Машины позволят заведениям быстрого питания работать с меньшим количеством персонала и в менее стрессовой обстановке. Ну и какой же кик без космоса? В НАСА готовятся к следующему этапу программы Артемида отправки к Луне первой пилотируемой миссии за 50 лет. Если все будет идти по плану, то корабль Orion стартует к Луне с экипажем из четырех человек не ранее ноября 2024 года. Экипаж давно сформирован и активно тренируется. В него вошли командир Грегори Вайсмен, пилот Виктор Гловер, а также специалисты Кристина Кук и Джереми Хэнсен. Им предстоит достичь орбиты Луны, провести на ней несколько дней, отработать новые технологии связи и управления, пройти всю циклограмму подготовки к спуску, но не садиться на Луну, а вернуться обратно. О том, что их ждет при вхождении в атмосферу Земли на скорости 40 тысяч километров в час, НАСА показало в ролике, который был сделан на основе записи с камер наблюдения и микрофонов, установленных в корабле Orion, совершившем беспилотную миссию к Луне в ноябре-декабре этого года. Видео одновременно красивое и страшное, так как наглядно показывает, с какой скоростью корабль входит в атмосферу. Его охватывают потоки плазмы, переливающиеся синим, белым и желтым. Хлопья обшивки сгорают в атмосфере, а затем слышны хлопки открывающихся парашютов. Разработчики корабля утверждают, что экипаж на всем протяжении полета будет в полной безопасности, так как Orion специально спроектирован, чтобы выдерживать экстремальные скорости давления и температуру. Кроме этого, НАСА опубликовала видеоролик о планах запуска коммерческой службы по доставке на Луну полезной нагрузке. Ожидается, что эта инициатива поспособствует созданию первого коммерческого лунного рынка, передовых технологий и исследований. Коммерческие службы доставки будут использоваться для проведения научных экспериментов, испытания новых технологий и демонстрации возможностей, которые помогут НАСА в исследовании Луны и подготовке к пилотируемым полетам. Запланированные поставки включают отправку полярного лунохода Viper компании Astrobotic в 2024 году и научные экспедиции компании Draper в лунном бассейне Шрёдингера в 2025. Всё это позволит в том числе инвестировать в создание коммерческого лунного рынка. Агентство рассматривает этот подход и как первый шаг к Марсу, поскольку первые люди, как ожидается, отправятся на него уже в 2030-х годах. И на этом у нас на сегодня всё. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телегии в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому!